Мой сегодняшний доклад, во-первых, достаточно долгий, поэтому, возможно, не все смогут досидеть до конца, но я постараюсь как можно быстрее. Во-вторых, он скорее относится к хабу «Ненормальное программирование». Если вы когда-нибудь закоммитите что-то такое в продакшн, я не обещаю, что ваши руки после этого останутся целы. Большинство тех диров, тех лидов, которые работают в C++, крайне консервативны в плане применения языковых средств и считают, что превыше всего писать код так, чтобы было очевидно, что он делает с минимумом магии, происходящей за кулисами. То, что мы сейчас будем делать, это прямая противоположность этой цели. Здесь на самом деле должен быть еще один дисклеймер в виде троллейбуса из буханки. Но я не успел его добавить. Зачем это все? Не задавайте мне, пожалуйста, этот вопрос. Because we can на самом-то деле. И смотрите, большая часть доклада пройдет в таком режиме. Я показываю слайд. На слайде код на Haskell. И затем мы пытаемся сделать то же самое на C++. Не всегда получится достаточно хорошо, сразу говорю. Но мы постараемся. Поэтому, собственно, большая часть доклада будет посвящена живой код-сессии, скажем так. Несмотря на то, что я немного больной, я постараюсь все это комментировать в прямом эфире. Можно следующий слайд? Собственно, наше первое задание. На самом деле для разминки. Сделать композицию функции. Если мы посмотрим внимательно на это выражение, то что мы, во-первых, можем заметить? Что в Haskell есть такая классная вещь, как аннотация типов. И для Compose мы сразу видим, какие типы она принимает, какие нет. Это первый недостаток C++, от которого мы будем страдать. В большинстве случаев мы не можем просто взять и написать аннотацию типов. Но во всем остальном мы на самом деле вполне можем повторить структуру этой небольшой программы. Второй маленький недостаток – это срезы операторов. Видите, вот эти плюс 2 умножить на 2 в скобках. Надеюсь, всем они знакомы. Их мы тоже реализуем на C++, но чуть-чуть позже. Итак, давайте займемся композицией функций. Так, 5 секунд. Вот у нас здесь пустая директория, где пока что ничего нет. Сразу будем использовать современный стандарт. Насколько это поддерживается текущими компиляторами. Скорее 17 на самом деле. Если мы столкнулись с такой задачей функциональной композиции в C++ образца 1989 года, то, скорее всего, нам потребовалось бы прибегнуть к различного рода функциональным оберткам. Нам потребовалось бы написать класс, что-нибудь типа Compose-пунктор или что-то в этом роде, который бы внутри реализовывал логику Compose и работало бы это все с большим скрипом. К счастью, в современном C++ мы можем написать примерно следующее. Функция F, функция G. Надеюсь, с синтаксисом для лямбда-функции C++ все знакомы. Он немного отличается от того, что вам привычно. Наличием дополнительного блока. Вот эти квадратные скобки — это блок захвата. То есть какие именно переменные и в каком режиме падут в замыкание. Если список пустой, то в замыкание ничего не попадает. И лямбда-функция может зависеть только от своих аргументов. Но в данном случае лямбда-функция должна как минимум захватить объекты F и G, что бы это ни было. Поэтому нам нужно либо написать эти объекты в блок захвата, либо сказать захватывать все автоматически по значению. Для простоты. Я, опять же, не претендую на абсолютную истину и не говорю, что это самый оптимальный из возможных способов. C++ — сложный язык. Пока еще сложнее скалы, насколько мне известно. Но ситуация активно меняется в лучшую сторону для обоих языков силы Медерского и комбинета по стандартизации. F применяем к G, применяем к X. Насколько я вижу, пока что это все очень похоже на JavaScript. Практически та же самая структура кода. За исключением одного момента. В таком виде, в современном стандарте, это не скомпилируется. Скомпилируется в году так, в 25-м, я так думаю. Потому что поддержка функций, у которых в списке параметров стоит авто, пока что еще в стадии очень ранней альфы. Однако в современном стандарте… Кстати, давайте попробуем скомпилировать. Чисто для того, чтобы посмотреть, правду ли я говорю. Мэна нет. Странно. Так, компилируем успешно. Ну, пока рано радоваться, потому что клэнк не поддерживает. Это как раз то, о чем я говорил. В GCC поддержка такого синтексиса добавлена в рамках расширения компилятора. Поэтому полагаться на него мы не можем. И пример нужно немножко переписать. Вместо того, чтобы делать свободную функцию, мы сделаем constExpression объект по имени Compose и присвоим ему лямбду. То есть это лямбда, которая изнутри возвращает другую лямбду. Вот теперь это вообще один в один JavaScript. Там, по-моему, все так делают и всегда. А, точку запятую забыл. Так как теперь у нас это, по сути, объявление переменной. Причем тип этой переменной выведет компилятор самостоятельно. И более того, эта лямбда теперь доступна в constExpression выражениях. То есть мы можем, имея какую-то, имея функцию, известную на этапе компиляции, сделать, опять же, на этапе компиляции композицию этих функций, и все будет работать. Кстати, проверяем клангом. О, сейчас ему стало хорошо. Оно даже запускается. Что неудивительно, на самом деле. В принципе, это все, что нужно для того, чтобы сделать композицию функций. Достаточно похоже, как по мне, на Haskell. Второе задание для разминки. Давайте теперь сделаем еще одну простую функцию, которая делает флип аргументов. Флип на входе принимает какой-то функциональный объект и вызывает его с аргументами в обратном порядке. То есть, например, если у нас есть функция деления, которая принимает два аргумента делимая и делитель, то флип, примененный к функции деления, поменяет их местами, перевернет дробь. Смотрим. Вот здесь у нас именно такое. Код будет совершенно аналогичный. На самом деле и та, и другая функция нам сегодня еще понадобится. В некотором роде мы пишем инструмента и для более сложных абстракций. На вход принимаем некий функциональный объект. Однако теперь у нас здесь будет два аргумента. Снова проверяем и снова все скомпилировалось. Но на самом деле рано радоваться. В принципе, дело в том, что если вы встречаете в прототипах функции ключевое слово авто, это означает, что перед вами неявный шаблон. С шаблонами есть одна такая неприятность. То, что шаблон скомпилировался, не означает, что он будет корректно работать. До тех пор, пока мы не попытаемся использовать эту функцию, все может быть гладко. Но при попытке его инстанцировать, может внезапно возникнуть ошибка в компиляции. Причем где-нибудь на полэкрана. Поэтому давайте проверим, работают ли эти функции на самом деле. Пока что они объявлены, и объявления вроде как корректно выглядят. Но они могут не работать. Давайте начнем с этого же самого примера. Нам нужно будет сейчас быстренько сделать две лямбды. Лямбда, которая делает плюс 2, и лямбда, которая умножает на 2. Можно это сделать прямо в мейне. Это тоже вполне себе может быть конст экспрессион выражение. Плюс 2. К сожалению, в C++ нельзя обойтись без ключевого слова return в лямбдах. Просто написать выражение по стрелочке не получится. Это несколько захламляет код, но приходится как-то этим жить. Раньше было намного хуже. И то же самое, но, кстати, плюс 1. Что нужно? Да, я сейчас все поправлю. CopyPathDrivenDevelopment. У нас есть две лямбды. Теперь попробуем сделать их функциональную композицию. плюс 2 и получить какую-то функцию. Кстати, constExprAvto – это, наверное, самая частая комбинация, которую мы сегодня встретим. То же самое, но в противоположном порядке. Нет. Сегодня мы обойдемся без макросов вообще. А вот что нам понадобится, так это вывод чего-нибудь на экран. Скажем так, какой результат мы ожидаем увидеть? Первая функция должна сначала умножить двойку на 2, потом прибавить. Соответственно, результат этого выражения ожидается шестеркой. Результат этого выражения ожидается 8. Значит, на экране мы должны увидеть теперь два числа. 6, 8. Оно работает. Причем, на самом деле, так как это constExprAvto выражение, то, по большому счету, компилятор просто высчитывает для нас на этом месте нашу шестерку и нашу восьмерку. Если мы скомпилируем с оптимизацией, дезассимулируем, мы увидим там просто константы, которые подставлены на месте вызова функциональных объектов. Давайте теперь проверим функцию flip. Нужно новое имя. А, почему же? У нас есть div. Можно. Можно. Хорошо. У меня был другой план, но этот план лучше. Давай. Так? Так, теперь получается end. Как я там ее назвал? Я забыл уже. Память какого. К сожалению, сократить эту запись никак нельзя. Так и будет все время constExprAvto. Оно работает. Насколько я могу интерпретировать реальность. То есть с первым кейсом все практически понятно. Мы справились не сильно хуже Haskell. За одним маленьким исключением. Все-таки срезы операторов – это удобнее, чем то, что мы написали. Поэтому следующим заданием, можно сказать, будет добавить срезы операторов. К сожалению, тут придется написать достаточно много кода. Мы не будем это делать полностью. В принципе, логика происходящего такова. Нам нужен некий объект, который будет обозначать собой пустое место, где у нас должен прийти аргумент. То есть синтаксис, который мне хотелось бы получить, выглядит примерно так. Вот это будет срез оператора сложения с двойкой. Почти как в скале. Нам нужно объявить некий плейс-холдер. Кстати, я почти везде буду использовать структы по той простой причине, чтобы не заморачиваться с private public. У нас тут все-таки не боевой код, и нет необходимости сейчас об этом задумываться. У плейс-холдера нет ничего. Компилятор нам предоставит дефолтный конструктор этого плейс-холдера. Собственно, нам нужен только тип. И единственное значение. constExpression, auto, подчеркивание. Это плейс-холдер с дефолтной инициализацией. Должно компилироваться, но оно же не используется. Все, что теперь нужно, это перегрузить все необходимые нам операторы, в которых плейс-холдер фигурирует одним из аргументов. То есть, мы берем оператор плюс. Чего уж тут, auto? К сожалению, кстати, нет. Auto здесь не получится сделать. Здесь придется написать template, если мы хотим, чтобы дискомпилировать склонги. Так, template, класс T. Применяем сумму с неким классом T. Можно сделать вот так. X. И вернуть нам придется лямбда. с захватом. Лямбда будет зависеть от... Сейчас, секундочку. Не совсем не X, это будет вал. Теперь здесь будет auto. И возвращаем мы сумму значения X с вал. Так. И теперь, по идее, нам нужно написать еще одну такую реализацию оператора плюс, где плейс-холдер стоит теперь с правой стороны, а не с левой. И повторить это же для всех-всех бинарных операторов, которые мы можем себе представить. Их не так уж много. Потому что, в отличие от Haskell, мы не можем все плюс-плюс определять кастомные операторы. Достаточно просто открыть спецификацию языка и найти все, что мы можем перегрузить. Тут есть один недостаток. Мы можем перегрузить арифметику, бинарные операции, логические операции, операции сравнения. И все это будет работать. Большой недостаток, когда мы не можем перегрузить оператор доступа к члену при помощи внешней функции. То есть, стоит сразу забыть о синтаксисе вида. Здесь какой-нибудь метод вызываем. Эта работа не будет в принципе. К сожалению. Придется для этого конкретного случая писать лямбду. У нас есть плюс 2. Давайте теперь выкручиваем его отсюда и заменим его на срез. Подчеркивание плюс 2. Что-то пошло не так. Мы не определили наши операторы как констэкспрессион. Ничего не поменялось. Для полноты картины предлагаю объявить еще умножение. И нам понадобится для примера, который будет немножко дальше, еще перегрузка с точным равенством и с функцией меньше. Поэтому я ее при помощи копипаста тоже сейчас напишу. Это несложно. Кстати, мы тут можем на самом деле даже… Нет, не можем. Мы могли бы здесь указать на всякий случай явный тип, специфицировать, что это булл. Но и так будет работать. Опять эта ошибка с точки с запятой. А, нет, не надо. Так, если я теперь правильно понимаю, мы можем заменить и второй оператор на срез. И скобки, кстати, здесь вообще-то не обязательны. Скомпилировалось, работает. Даже немножко странно на самом деле. Значит, смотрим, какой следующий челлендж. Смотрите, если вы, в принципе, когда-нибудь задумывались, бесконечные списки в той или иной форме сейчас существуют во всех популярных языках программирования. Кроме почему-то C++. Например, в C-Sharp есть такая сущность, как E-нумератор. В Яве есть стримаппи. В скале есть, как называется, тоже стримаппи, а некий сиквенс S-E-Q. Не оно? Нет, сиквенс это не тот же. В общем, в чем логика? Давайте рассмотрим такую простенькую программу на Haskell. Мы берем бесконечный список. Один, два, три. И до тех пор, пока числа не кончатся. Затем ленивым образом применяем к ним фильтр. Какой именно фильтр применяем? Смотрим, является ли остаток от деления на два нулем. Здесь у нас функциональная композиция. Не зря, что мы функциональную композицию только что написали. И срез с равенством. То есть, является ли число четным. Затем, для того, что получилось, мы возводим число в квадрат. Здесь без каких-то упрощений, просто такая вот лямбда. И затем берем значения из полученного списка до тех пор, пока они меньше 100. То есть, по большому счету, перечислить квадраты всех четных чисел в меньшие 100. Вот результат. Квадрат двойки, четверки, шестерки, восьмерки и все. Все. Квадрат десятки уже не подходит под критерий. Давайте подумаем, что мы можем сделать на C++ для того, чтобы написать какой-то такой код. На самом деле, в C++ все для этого уже есть. Оно просто достаточно глубоко запрятано. В незапамятных времен в плюсах существует концепция итераторов, которые, по большому счету, штука даже более общая. Они не обязаны указывать на память итератора. Они не обязаны, в принципе, указывать на объект конечного размера. Все, что умеют итераторы C++, это, скажем так, каких операций достаточно для того, чтобы сущность считалась уже итератором. У этой сущности должен быть оператор инкремента для перемещения к следующему элементу некой последовательности, по которой итерирует итератор. И у этой сущности должна быть проверка на равенство. Для чего проверка нужна? Для того, чтобы определить, окончилось ли последовательность или нет. Плюс, конечно же, должен быть оператор разименования для того, чтобы получить значение из итератора. Соответственно, мы можем взять, написать свой итератор и приспособить его каким-то образом под бесконечные списки. Тут я на самом деле немножко упрощу себе жизнь. Итератор будет внутри хранить свой стейт. То есть это C++. Напоминаю. Конечно, это совсем не то же самое. Но синтаксис будет такой же. Скажем так, наблюдаемое поведение будет примерно таким же. Давайте еще раз посмотрим на этот код. Что нам понадобится написать для того, чтобы оно заработало? Во-первых, генератор бесконечного списка. Возьмем в качестве такового функцию iterate. В стандартной библиотеке Haskell есть функция iterate, которая берет значение и функцию. И затем применять функцию к значению до бесконечности. Нам потребуется реализовать фильтр, нам потребуется реализовать map и take while. Просто так, насколько это не получится на самом деле. Поэтому нам понадобится небольшая моя домашняя заготовка. Найти бы ее. А, вот. Вот у меня есть файли clifth.ranch.hpp. Я его скопирую к себе в рабочую директорию. И посмотрим, что внутри. Внутри некоторый вспомогательный класс, который реализует концепцию range. Кстати, насколько я знаю, до сих пор стандарт не добавили range из коробки. Но для заинтересовавшихся могу посоветовать библиотеку BoostRange, в которой есть много хороших range. В первом приближении range это пара итераторов. Вот прямо в первом приближении. Так, что у нас здесь есть? У нас есть сам класс range, у которого есть шаблонные параметры. Некий state, который в range хранится. Затем некая функция, которая мутирует state при переходе к следующему элементу. Да, мутирует. И некоторая функция, которая из текущего state возвращает значение, видимое пользователю. И вот с этими сущностями наш range будет работать. Насколько возможно не получится разобраться, но здесь просто обычная реализация итератора. Здесь state хранится в виде std-optional. Почему именно таким образом? Дело в том, что нам нужно каким-то образом кодировать завершение последовательности. Это не совсем тривиальная задача на самом деле, потому как, если мы возьмем, скажем, итераторы по стандартным коллекциям, по std-вектор, или итераторы по массивам, то окажется, что у каждого массива свой end. Массив кончился, и по конвенции следующий элемент за последним — это end. То есть если мы возьмем один массив, возьмем второй массив, затем вызовем функцию std-end от них, то результаты будут разные. А нас это не совсем устраивает. Мы хотим какой-то более удобный способ определения, что коллекция закончилась. И вот в данном случае, если итератор вместо стейта хранит пустой optional, это означает, что он закончившийся итератор. И как только он исчерпает свои значения, он уничтожает стейт у себя внутри. Функция moveNext — это на самом деле будет просто прокинутая внутри итератора lambda, и так же самое с getCurrent. Конструктор просто принимает state moveFunction getCurrent и инициализирует их списком инициализации. Кстати, конструктор тоже объявлен как constExpression. Это может быть полезно, если мы хотим использовать наш range в constExpression контексте. Я не могу сейчас точно сказать, но, насколько я помню, в 17-м стандарте появилась поддержка циклов внутри constExpression функций. И если у вас есть некая структура, которая умеет в constExpression итераторы, то вы можете написать цикл по этой структуре на этапе компиляции. Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Наверное, потому что цикл в большинстве случаев выглядит намного более знакомым. Во всяком случае, мне. Лично я рекурсию воспринимаю не с первого раза. Только банальные и простейшие случаи рекурсии можно толком раскусить. Вот. У нас есть оператор инкремента. Префиксного. У нас есть оператор постфиксного инкремента. Что он делает? Просто мутирует state. Вызывает moveNext. И state предполагается, что state вызывается по ссылке. Глядите, в чем засада. Мы не можем толком указать, что moveNext принимает ссылку. Поэтому мы просто вынуждены запомнить, что то, что мы передаем в moveNext, должно принимать свой аргумент по ссылке. Опять же, почему? Потому что мы не можем воспользоваться аннотациями типов и заставить тайпчекер проверить за нас это. Приходится полагаться на какие-то конвенции. Нам нужен постфиксный итератор. Почему он нам нужен? Просто потому что в стандарте есть описание требований, которыми должен удовлетворять итератор. И постфиксный инкремент там тоже фигурирует. Я, кстати, забыл const. Вот дописал. По-хорошему еще можно все это объявить constExpression. Но мы сейчас этого делать не будем. Оператор заименования, который просто вызывает getCurrentState. Оператор проверки на равенство. Что здесь есть интересного? А ничего на самом деле. Если адрес текущего объекта в точности равен другому объекту, с которым мы сравниваем, то сравнение завершится успешно. То есть единственное значение, которому итератор равен, это он сам. Он, скажем так, не тип значения, а тип сущности. Далее. Если у нас нет стейта, и у другого объекта нет стейта, то тоже возвращаем true. Любые два закончившихся итератора считаем одним и тем же итератором. А таким образом у нас будет реализована проверка на сравнение с end. Дело в том, что по соглашению, принятому в стандарте, определять, закончился итератор или нет, нужно сравнением с соответствующим значением end. Мы как раз от него хотим уйти. Мы хотим его не хранить отдельно здесь, чтобы его с ним сравнивать. Поэтому просто сравнение с любым пустым значением будет возвращать true. Это не сильно страшно. Но, опять же, в дополнение к функции равенства нам нужна функция проверки на неравенство. Просто для полноты. Дополнительно к конст итератору нужно объявить класс итератор, просто потому что, опять же, стандарт того требует. И теперь смотрите, мы потихоньку вышли из итератора в класс range. То есть на экране не помещается, но это так. То есть при создании объекта диапазон мы передаем ему начальный стейт. Этот начальный стейт range передает в свой итератор, и затем внутри итератора этот стейт может мутироваться. Но исходный стейт range должен стать неизменным. Почему? Потому что если у нас есть ленивый список, ленивый список — это range, то мы должны иметь возможность проитерировать его несколько раз. То есть мы можем один раз пройтись по нему циклом и получить последовательность, и следующий раз пройтись по нему циклом. И последовательность должна начаться с того же самого значения. Поэтому здесь эта переменная называется initial state, а в самом итераторе просто state. Функции move next get current просто пробрасываем внутрь итератора. Тут на самом деле могут возникнуть вопросы на тему, будут ли вызываться конструкторы копирования, а нельзя ли передать это по ссылке, нельзя ли воспользоваться семантикой перемещения. Давайте просто пока что на эту тему не заморачиваться. Это не production code. И если когда-то будете писать библиотеку для подобного рода функциональных извращений, я думаю, вот тогда будет самое время об этом подумать. А пока что нам нужно просто реализовать функции begin end. C begin возвращает константный итератор и вызывается в контексте, когда мы хотим проитерировать последовательность только на чтении. Тут, наверное, необходимо пояснение. Дело в том, что в C++ основной способ проитерировать что-то в новых стандартах – это так называемый range-based form. Наконец-то оно появилось в C++. То есть мы можем использовать новый синтаксис. С левой стороны поставить переменную, с правой поставить список. И в теле цикла у нас появится переменная x. По сути for each. Однако, даже этот простой for each в C++ имеет как минимум две формы. Если у вас, представьте, вместо авто может стоять какой-то объект, например, тип t. Если вы пишете таким образом, то что произойдет? В процессе итерации будет происходить копирование из текущего значения итератора в переменную x. Но это все равно будет происходить в контексте чтения. Поэтому более дематический способ – это итерировать по константной ссылке. Это означает, что мы хотим перечислить список, не модифицируя элементы, и мы еще не очень хотим вызывать конструктор копирования лишний раз. Но если мы опустим слово const, то переменная x начинает ссылаться на текущее итерируемое значение по ссылке. Это значит, что мы можем внутри цикла взять и что-нибудь ей присвоить. То есть вот такой список, скажем так, эффективно занулит все значения, которые в списке есть. Скажем так, это не то же самое, как правило, не то, что мы хотим. Чаще всего нужно итерировать в контексте read-only. Но если мы используем вариант с const, то вызывается функция c begin, константный begin. Если мы const опускаем, вызывается просто begin, который теоретически имеет возможность модифицировать свое значение. Мы нигде этого использовать не будем. Я просто комментирую тот факт, что у нас две функции begin и c begin. Вот он begin, а также end и c end. В качестве end мы возвращаем пустой итератор. Просто мы создаем константный итератор, созданный с пустым стейтом. И в принципе это все приготовления. На самом деле нет, я кое-что забыл. Позвольте ненадолго переключиться. Тут есть еще одна вспомогательная функция, которая нам понадобится. Потому что создавать этот список каждый раз вручную очень неудобно. Хотелось бы иметь какой-то helper, который бы за нас сделал вывод типов. Какого плана этот helper? В стандарте есть, например, std shared pointer. Но никто, как правило, не пользуется конструктором shared pointer напрямую. Почему? Потому что нужно явным образом указывать конструктору тип. Вместо этого все используют вспомогательную функцию std make shared, которая может этот тип вывести для конструктора. Его не надо писать явно. Вот эта функция, она из тоже оперы. Я ее просто скопирую и вставлю в вот этот ашник, который я забыл. Это некое вспомогательное построение, которое нам понадобится для того, чтобы на основе этого list range более удобным образом сделать стандартные функции типа map, filter, take while, iterate. Зачем она понадобилась? В противном случае нам бы потребовалось писать по классу итераторов для каждого из этого случая. А так мы ограничимся просто тем, что предоставим подходящий state и предоставим подходящие значения moveNext. Кстати, вы, вероятно, заметили, что сам интерфейс вот этого итератора и этого класса целиком по заимствованности шерпа, где у перечисляемого объекта есть метод moveNext, который перемещает перечислитель на следующее значение и функция getCurrent. Это на самом деле к чести Microsoft достаточно неплохой API. Поэтому мы его без стеснения позаимствуем. И пока еще мы тут. Давайте на всякий случай. Это же у нас Сашник. Да, я знаю, что Pragma не в стандарте. Я в последнее время работаю больше с шерпами, поэтому мне конкретно это больше привычно. Так, у нас есть лист раньше. И теперь настала пора написать фильтр, мап и всякое такое. Кстати, один маленький момент забыл, но мы к нему сейчас вернемся. Как бы назвать его? То, что мы сейчас напишем. Пускай будет лист. Нам нужно будет первым делом подключить тот файлик, который мы только что создали. Называется он listRangeHPP. Давайте уже на этом этапе проверим, ничего ли не сломалось. Просто на всякий случай. C++ он непредсказуемый. На самом деле ничего не сломалось, у нас просто нет мейна. Что полностью нормально. Значит, опять посмотрим на условия задачи. И давайте начнем с того, что проще. Сложно, конечно, сказать, что проще. С функцией iterate. Haskell'евая функция iterate имеет примерно какой синтаксис? Первым параметром принимает некое значение. Вторым параметром принимает некую функцию, которая из значения делает значение того же самого типа и на выходе даст список значений этого типа. То есть бесконечным образом, применяя текущее значение к себе, мы получим такую функциональную последовательность. Применяем ту же самую идиому с constExpression, ну просто потому что она хорошая. Значит, начальное значение. Давайте в x нулевое назовем. Функция f. Теперь мы должны вызвать функцию makeListRange, которую, в общем-то, только что недавно написали. Первым параметром по makeListRange мы примем начальный state. Значит, что будет стейтом нашего объекта? Как бы начальным стейтом будет само значение x нулевое. Затем каждый вызов функции будет мутировать этот state и обновлять. Так. Просто не видно параметров makeListRange, поэтому начальный state. Затем функция, которая будет обновлять его. И помните, я говорил, что state необходимо передать по ссылке. Так вот, вот здесь этот момент. Если мы здесь забудем имперсант, ничего работать не будет. И помним, что сам state – это optional. То есть он, конечно, авто, но на самом деле он optional. Поэтому что мы должны сделать? Мы должны взять state и заменить его значение на новое. А новое значение какое будет? f, примененное к текущему значению стейта. Но state – это optional. Поэтому мы не можем, вернее, можем на самом деле просто взять и присвоить, но есть вариант получше. У optional есть метод emplace, то есть заменить хранимое значение. Соответственно, здесь мы еще должны добавить оператор разыменования, для того, чтобы вытащить из optional это значение, как оно есть. Причем в мутаторе стейта мы не предполагаем, что мутатор стейта будет вызываться на пустом объекте. Поэтому не делаем здесь никаких проверок на тему того, будет state пустым или не будет. Идем дальше. Написали мы. Дело в том, что эта логика специфична для той функции, которую мы реализуем. Но потому что iterate заменяет state таким образом. А, в смысле, спрятать вот этот state in place? Да, вообще, в принципе, могли бы. Дело в том, почему я протащил сюда в state optional. Дело в том, что moveNext может в ряде случаев захотеть обнулить state. Например, она поняла, что следующего элемента не существует. Например, примером такой функции это takeVile. Поэтому takeVile в мутаторе стейта будет его занулять. Соответственно, нам пришлось, просто придется этот стейт протащить сюда. А можно, если вы понимаете, чтобы вы принимали стейт, выбирать стейт, а вы реализуете себя в мутаторе стейт? Сунице будет чисто? Сунице готово. Мы не можем снимать стейт, которые выключаются. Да, можно. Да, конечно, можно. Я, если честно, не знаю, почему я выбрал именно такую реализацию. Наверное, дело было уже до 4 утра, и мне это показалось более классным и C++, и дематичным. Конечно. Можно вопрос? Конечно. Слушай, а мы не можем сделать что-то, допустим, вместо авто, чтобы указать комплектацию, как можно, знаешь, общину вот такого подчерка? То есть, мы сказали, что это контейнерный титул? К сожалению, не можем. Дело в том, что если мы захотим здесь указать общину, то нам потребуется добавлять темплейт-спецификатор. А сама вот эта сущность, она уже шаблонизирована. Нет, как бы можно написать темплейт. Просто мы не можем написать нечто вида, как бы, какой-нибудь optional от авто. Пока что такого еще нет. Может быть, когда-нибудь в C++ появится. И еще такой момент. Эти типы, как бы мы знаем, что вот здесь optional, и этот тип крайне сложно вытащить. Optional от чего именно, скажем так. Особенно, если мы не знаем, optional это или что-то другое. Просто, как бы, по моей практике все работает наиболее предсказуемым образом, когда мы не пытаемся специфицировать типы. А Mplace? Скажем так, так как вот эта вот вся сущность – это неявный шаблон, то да, он работает паутинному. То есть, теоретически… Хотя нет, на самом деле нет. Просто в качестве этого авто придет тот объект, который передал итератор. А итератор передаст только std-optional. Так что тут будет вывод типов. И на этапе разворачивания шаблона компилятор будет знать, что state – это std-optional от чего-то. Причем мы не знаем, от чего именно. Почему мы этого не знаем? А потому что вот этот тип, x нулевое, мы не специфицировали. Как бы, возможно, стоило бы написать вместо авто t, но и так вроде работает. Это, кстати, наверное, девиз всего C++. И так вроде работает. Так. Да, звездочка state. Можно писать, например, state value. Но более дематичным вариантом считается использовать звездочку, насколько я знаю. Так. По идее, это должно скомпилироваться. Да, оно скомпилировалось, но мы пока что и не пытались использовать. Далее нам понадобится как минимум take while. Соответственно, пишем еще одну такую штуку. Это безумно занимательно. На самом деле нет. Take while я предлагаю сделать карированным. Условия передадим первым параметрам, а сам список передадим вторым параметрам. Почему? Это в ряде случаев удобно, ну и, в принципе, почему нет? Значит, первый параметр – это само условие, предикат. Давайте его так и назовем. Значит, не забудем закрыть. Так как у нас карированная функция, то нам придется вернуть лямбду. Второй параметр будет список. Тоже авто. Однако нам придется захватить предикат в нуре лямбды. Поэтому делаем так. И результат применения take while к списку – это бесконечный список. То есть мы возвращаем как раз make list range. Так вы извините, конечно, что я подглядываю, но тут на самом деле пока вспомнишь, о чем думал, когда исходный код писал. Так вот, в случае с take while нам придется хранить внутри стейта еще один итератор. Дело в том, что этот лист не обязан быть именно нашим лист-ренджем. Это может быть, например, стандартный массив. Это может быть любой рендж из стандартной библиотеки. Рендж по массиву, по вектору, рендж из boost ranges. То есть все, что может итерироваться в качестве листа, нам может прийти. Поэтому мы не можем полагаться на то, что у нас такие классные итераторы, которые сами определяют, когда они кончились. А значит, в качестве стейта нам потребуется пара значений. Текущий итератор и последний итератор. Нет, я хотел сказать последний. Зафиксируем, что у нас будет стейтом. Стейтом будет std. Кстати, кто-нибудь знает, как читается это слово правильно по правилам английского языка? tuple на работе почему-то читают, как tuple. Мне всегда это очень удивляло. Значит, в качестве первого значения у нас будет текущий итератор current, current. А в качестве второго – последний итератор. Это, скажем так, невалидный код. Это просто напоминалка на самом деле. Второй итератор нужно хранить, потому что в C++ range определены парой итераторов. То есть это в шарпах, например, есть один единственный объект и энумератор, у которого есть move next и current. В C++ почему-то исторически сложилось так, что есть текущий итератор, который сам по себе не может определить, что он кончился. То есть если мы возьмем в принципе некий обобщенный итератор откуда-то, в какой-то сторонней библиотеке, например. То есть автор сторонней библиотеки взял и написал свой итератор. Он руководствовался стандартом, он реализовал все необходимые операции, реализовал все, что от итератора требуется. И вот такой итератор в общем случае не знает, что он кончился и не может узнать сам по себе. Это можно узнать, только сравнив его с итератором конца последовательности. То есть как работает фор в C++? В начале фора он берет начало последовательности и конец. А затем начало как бы текущее каждый раз двигает и сравнивает с концом. То есть оно так работает внутри C++. Это просочилось уже на синтаксис. То есть range-based фор это синтаксический такой сахар над итераторами. Как бы это то, как работает C++ на реальности. И мы, к сожалению, от этого не можем уйти. И придется только смириться с тем, что этот оператор придется протащить внутрь. Потому что мы не можем делать каких-то предпосылок. Лист захватится. Но тогда нам вообще теоретически можно. Но лично мне эта идея не нравится. Лист может захватиться по значению. По идее, это не должно быть страшно. Если у нас какой-то range, например, с boost range, они быстро копируются. Скажем так, в моей системе мира итератор это более легковесная сущность, чем range. Итератор, самый простой итератор это указатель на память. То есть для массивов массивы итерируются указателями. Что может быть легче? А так бы нам пришлось захватывать ссылку на этот самый массив каким-то образом. И еще такой момент. А что, если эта ссылка выйдет из области видимости к тому времени? Возможно, ситуация, что итератор переживет объект, по которому мы итерируем. не совсем на самом деле маловероятно. Дело в том, что наши конкретно, вот те итераторы, которые мы делаем при помощи list range, они вполне себе могут пережить сам list range. потому что лист range, да, а потому что тот итератор, который мы написали сейчас в заголовочном файле, он самодостаточен. Он нигде не ссылается на range. Поэтому он может свою последовательность итерировать вот сколько душе его будет угодно, столько он будет итерировать. А сам объект range может быть уничтожен к тому времени. А если бы мы хотели захватить лист сюда, то у нас два варианта. Мы захватываем по ссылке и получаем копирование. Второй вариант по значению и получаем копирование. Второй вариант захватываем по ссылке и получаем потенциально висячую ссылку, что есть undefined behavior. Поэтому давайте просто захватим итератор. Значит, скачет на самом деле стейтенус еще завернут в optional. Но это в данном случае не совсем актуально, потому что будет автоматическая конверсия. Значит, смотрите, после бесконечных списков и до type-классов сделаем перерыв, потому что народ зевает и, видимо, хочет... Не хочет. Так, значит, 21.01. Смотрите, тогда, возможно, такое предложение. Мы можем перенести type-классы на следующую встречу, если, скажем так, если вам, в принципе, понравился формат, то можем уже в новом году продолжить type-классы. И тогда сегодня закончим на бесконечных списках. Как раз логическая такая пауза будет. Значит, продолжаем. Мы пишем take-while. Стейт у него это пара итераторов, и мы сейчас, собственно, сделаем std begin, c begin. Мы же не хотим модифицировать последовательность от листа. Второе значение std c end от него же. Тут в дело вступает небольшая магия c++. Дело в том, что мы не определяли, например, для своего итератора перегрузку c begin, вернее, std c begin. Но оно работает из коробки. Достаточно просто у итератора сделать, ой, у range сделать такую внутреннюю функцию. Так, я немножко запутался со скобками. Клент может проверить все это правильно? Раз, два, раз. Так, вроде норм, да. Так, Теперь мы должны предоставить мутатор. Посылки. Это важно. Теперь нам нужно вытащить из стейта текущий итератор и последний итератор, чтобы мы могли им пользоваться. Нет. К сожалению, нет. До паттерна матчинга нам тут до луны как. А вообще-то скажем так, есть вариант, но он не будет работать с авто. Если у нас есть кортеж, то мы можем в C++ вытащить его, скажем, представьте, что у нас есть кортеж из значений, например, первое значение это int, второе значение это float, третье значение это хватит двух. И есть у нас некий кортеж из этих значений. Мы можем использовать функцию std.tie и присвоить ей некий кортеж. И это присваивание разберет кортеж на две части. Первый элемент уйдет в A, второй элемент уйдет в B. Проблема в том, что для того, чтобы использовать это, нам нужно заранее знать типы. и вот насколько я понимаю, в этом контексте оно не сработает. Давайте проверим. Нет, не получится. Поэтому нам придется воспользоваться очень древним методом. Мы при помощи stdget вытаскиваем первый и второй элементы из кортежа. И сразу присваиваем некой ссылке. Для чего после этой операции мы можем менять элементы внутри кортежа, присваивая элементы этим переменам. Значит, cur, current и end. Вроде пока что все правильно. Значит, это у нас функция moveNext, которая делает инкремент cur iter, а затем проверяет, а не кончился ли он нечаянно. Значит, если текущий итератор, если бы мы опустили здесь знак ссылки, то мы получили ситуацию, когда мы сделали инкремент локального значения, а не того, который хранится на самом деле в стейте. Значит, если текущий итератор равняется последнему итератору, помни бы, что мы там делаем. Рано. если либо последовательность может кончиться естественным образом сама по себе, это первое условие, либо по предикату, поэтому нам нужно теперь проверить предикат, которому мы передаем значение, которое хранится в текущем итераторе. Значит, если хотя бы одно из этих условий выполнилось, то тот range, который выдает в качестве результата takeVile, становится невалидным. Нам нужно заканчивать последовательность. Соответственно, нужно его state уничтожить. State Reset. И все. Надо только проверить фигурные скобки, потому что что-то у меня возможно с ними не так. Я что-то упустил? А, ну конечно же я что-то упустил. А кто проверит, что state вообще валиден изначально? Если state валиден, можно написать state has value. Можно ограничиться тем, что он окажется в булевом контексте. вот отсюда эта фигурная скобка, которая меня смутила. Вот так. Значит, с мутатором закончили. да, захватить предикат нужно. state. не так все просто. Нам же нужно вытащить текущий итератор state std get 0. Сам state придется перед этим разыменовать, а потом разыменовать значение, которое хранится по итератору. Если я правильно понимаю, то это должно выглядеть примерно так. Я сверюсь со своими записями, потому что, да, именно это у меня тут написано. По идее, оно должно компилироваться, как ни странно, но мы еще не пытались использовать. Значит, чего нам на самом деле не хватает? Нам не хватает для того, чтобы реализовать вот этот вот пример, вообще достаточно много чего. Поэтому давайте будем его полностью добивать или по сокращенной программе? Давайте просто убедимся, что тегвайл работает в комбинации с iterate. Для этого нам понадобится как минимум функция main. И нам нужен теперь бесконечный список. Попробуем constexpr. они вроде ненатуральные. А да нет, почему же. Так, сделаем итератор, который перечисляет все натуральные числа. Это будет iterate, примененный к единичке с подчеркиванием плюс 1. Здесь есть маленькая проблема. Подчеркивание плюс 1 мы пока что не заинклюдели. И нужно вспомнить, как он называется. Так, дело в том, что он compose. Смотрите, что я предлагаю сделать. Мы берем файл compose, который мы написали и да, и переименуем его. Сделаем еще один header. А main отсюда уберем. Так, теперь нужно убедиться, что оно не сломалось от этого. Оно не сломалось. И заметим, у нас есть в main уже некий объект, пусть и с опечаткой. То есть функция iterate уже как минимум прошла раскрытие шаблонов. То есть она, вероятнее всего, работает. Поэтому давайте попробуем ее заиспользовать. Заиспользовать. Число n из take while. У нас же есть такая же перегрузка с, например, нет, мы просто меньше реализовали. До тех пор, пока текущий элемент меньше десяти. Из какого списка? Из natural numbers. Мы видим этот элементный экран. Да, блин. Делаю много опечаток. Пробуем снова скомпилировать. Что-то пошло не так. Так. Да? Мне казалось, что... Мне казалось, что я хотел меньше перегрузить. Опаньки. Так. Что-то пошло не так. Давайте разбираться, что это может быть. Так. Так. В тек. Вилл. Natural numbers. Eterate. У меня работало. Так. Даже более чем. Проблема в том, что без take while список будет бесконечным. Оно будет печататься, печататься, печататься. Ну, ладно. Ctrl-C надо будет сделать, да. Отлично. Ладно. Уберем отсюда take while. Посмотрим, работает ли вообще, в принципе, Eterate. Да. Буферизация. Тогда этот не нужен. Eterate работает. Во всяком случае... Ой. Ну, даже начиная с правильного значения. Соответственно, мы накосячили в take while. Давайте попробуем быстренько найти ошибку. Было бы неплохо, на самом деле. Ее быстро найти. Так. Вот здесь? Да-да. Напишем has value. Не кажется, что это что-то поменяет? Да, здесь такое. Знаете, где может быть ошибка? Давайте проверим саму функцию среза. Как я это назвал? Compose. HPP. Я же ее копипастил. И... Вот она. И давайте это сделаем так, как я изначально хотел. А, он take while отработал правильно. Да как же. Он по-моему или нет? Он по-моему или нет? Он по-моему или нет? Он по-моему или нет? Угу. Да. Угу. Угу. Есть еще над чем работать. Это точно. Так, за исключением той баги, которую мы только что обнаружили с первым элементом, работает ожидаемым образом. Ну, почти, да, почти Haskell. На самом деле, немножко если забежать вперед, тут есть одна вещь, которую я немножко пропустил. Следующий кейс – это такой. Мы не будем этого, скорее всего, сегодня рассматривать, потому что уже время позднее. В Haskell так не принято, но, например, в F-Sharp, в Camly, насколько я знаю, применяется и другой вариант оператора применения значения к функции. Когда мы функцию как бы через pipe прокидываем по цепочке функций. То есть мы можем в Haskell объявить вот такой вот оператор тупо при помощи флипа. То есть это флип оператора apply. Не знаю, что там с приоритетами. Возможно, приоритеты окажутся неправильными. Ну, вот это вот работает и выдает тот же самый результат. Так вот, мы можем на самом деле реализовать и этот сценарий на C++. Делать мы этого сейчас не будем, но просто вкратце. Какой бы оператор мы могли использовать в качестве оператора прокинуть значения? Вообще вариантов на самом деле несколько. Если взять BoostRange, то они используют просто оператор или. Но оператор или, в принципе, для некоторых классов имеет валидное значение. В недрах C++ есть оператор с вот таким вот милым именем. Стрелочка со звездочкой. Означает доступ к... Если у нас есть структура, и мы знаем адрес структуры. И если у нас есть адрес члена внутри этой структуры, то при помощи этого оператора мы можем адресовать, сделать дважды косвенный доступ. Использовать указатель на структуру, использовать указатель на член внутри класса. Оператор крайне редко используемый. Оператор левоассоциативный. И на самом деле, в отличие от оператора, например, точка со звездочкой, или от оператора стрелочка, его можно перегружать произвольным образом C++. То есть мы можем взять этот оператор и использовать его по большому счету для своих нужд. И тогда как у нас перепишется вот этот вот пример? Мы можем написать действительно... Сразу напишем, в принципе... Тоже, в принципе, неплохо. Начал Numbers не сильно длиннее. То есть один результат прокинуть в следующую функцию. И тогда вот эти двойные скобки просто не нужны. А если бы мы хотели здесь еще внутри записать какой-нибудь map, то нам никто бы не помешал это сделать. Не равно... Например, значение 4 нам не нравится. Мы китайцы. Ой, да, фильтр я хотел. А потом еще что-нибудь. Сделать вот такие функциональные цепочки вполне возможно. И оно даже работает. То есть я проверял конкретно этот момент. Значит, получается на сегодня с этим материалом все. И такой вопрос. Остальные кейсы рассматривать? Да. Значит, что мы сделали? У меня получается еще примерно на такое же количество времени рассмотрение type-классов. Попробуем на C++ реализовать, во-первых, пару type-классов ORD. ORD и EQUAL. Таким образом, что если некий тип реализует ORD, то он автоматически реализует и EQUAL. И чуть более сложный вариант уже с монадами более высокого порядка. Попробуем реализовать таким образом монады, что если некий класс реализует type-класс монад, то он автоматически реализует и type-класс функтор. На самом деле, как бы в классической хаскелевой иерархии тут еще есть applicative. Но для простоты я его пропущу. Вот такой план на следующее мероприятие получается. Ну, его потом добавили, да. Вот кроме вот этих двух остальное мы трогать не будем. Пожалуйста. Всем спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ